О боевой истории через игрушки. Диорамы с славянами-солдатиками представляют великие сражения русских войск от времен Татаро-Монгольского иго до Великой Отечественной войны. В том числе есть среди них и те, в которых участвовал сам прославленный полководец. Не обошли вниманием и князя Александра Невского 800-летия, которого отмечается в этом году. На выставке показана Невская битва 1940 года. В ней князь с небольшим отрядом смог победить армию шведов. И ночью, благодаря заранее организованной разведке, он смог неожиданно напасть на лагерь захватчиков и победить, сразившись с главным шведским командиром. Все эти диорамы были созданы участниками клуба любителей военно-исторической миниатюры при музее Суворова. На выставке посетители смогут узнать не только о военной истории, но и об истории создания оловянных солдатиков. Она насчитывает несколько тысячелетий, а массовое производство оловянных фигурок впервые развернулось в Германии в конце XVIII века. И связано с именем Иоганна Хильберта. Что самое интересное, этот человек был большим другом Ганса Христиана Андерсона. И вот, наверное, поэтому появляется всеми нами любимая сказка о стойком оловянном солдатике. А Владимира Суздальский музей-заповедник внес в выставку свой вклад. На ней представлены реплики полковых знамен и копия пушки конца XVII-начала XVIII века. Увидеть маленьких солдатиков владимирцы смогут до 23 мая. Субтитры создавал DimaTorzok